Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Открытый микрофон». Меня зовут Александр Вальдман. Наш телефон, напомню, 077-549-3822. 07-549-3822. Звоните нам и высказывайте все, что вы думаете, все, что у вас на сердце, все, что у вас в душе. Мы вас слушаем. Добрый день, открытый микрофон. ТОН-ТВ, Александр Вальдман. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Алло. Да. Вам звонит Александр Берман. Ой, Саша, рад вас приветствовать. Добрый день. Добрый день. Чем вы хотите нас порадовать? Или наоборот, огорчить? Вы знаете, я хочу не столько порадовать, сколько поделиться. Да, всегда. Назовем это так. Вы знаете, вот когда мы жили в Советском Союзе, ну я там прожил 55 лет, то там была одна истина, про которую все знали, но официально об этом никогда ни слова. Ну, это истина называлась так, что если ты еврей, то есть целый ряд каких-то ограничений для поступления в институт, продвижения по службе, выезда за границу. Ну, все, кого это касалось, хорошо это знали, но правительство никогда об этом рта не открывало, хотя существовал секретный закон на эту тему. Это не тема нашего сейчас выступления. А я уже хотел поделиться своими воспоминаниями, Саш, как меня в Монголию не пустили, сказали, что Монголия это капиталистическое государство, а евреям туда нельзя. Это отдельный разговор. Буду рад его продолжить в другой передаче. Ну да. Потому что сегодня-то я бы хотел вернуться к нашим, так сказать, баранам. Я имею в виду, скажем, к жилищной теме. Да, пожалуйста. Как обстоит дело. Вот в этой области, в области жилищной темы тоже существует одна загадка, на которую нам понадобилось довольно много лет, чтобы мы ее разгадали. Я думаю, мы с этим справились. Ну, нет вопросов. Все понимают, что Израиль впереди всей планеты находится под соотношением стоимости квартиры и зарплаты. Мы обогнали всех, по-моему. И нужно там чуть ли не до пенсии выплачивать мошкам, то есть в обычном варианте люди ее покупают. Это хорошо, если до пенсии, Саш. Что-что? Хорошо, если до пенсии. Ну да, да, да. Ну а в случае репатриантов тут и вообще, но давайте вспомним, 25 лет назад ничего такого не было. Ну да. Все это выросло, гигантский этот пузырь, как его называют, на наших плечах и на наших костях полностью. А некоторые израильские политики обвиняют или околополитики обвиняют в этом как раз русскоязычных репатриантов. Понаехали вот из-за них, подняли цены на жилье. В этом есть частичная правда, Саша. Потому что если бы не приехало 350 тысяч семей, то этот рынок никогда бы так не распух. Он сам по себе не распух. Вот я к этому веду. Я сейчас к этому перейду. Почему? Так вот тайна, которую израильское правительство старается скрыть все эти 25 лет, это сколько оно получает доходов с рынка недвижимости. Совершенно верно. Когда израильское правительство говорит о том, что мы хотим, мы можем получить от газа, там не важно сколько, 10-20 миллиардов шекелей в год, оно гордится, что это большое счастье. Что мы будем иметь такие доходы. Но израильское правительство, это касается всех, не только нынешнего правительства, молчит как рыба, когда речь идет сколько оно получает доходов с рынка недвижимости. Вопрос. Почему? И как оно это получает? Кстати говоря, многие люди не понимают, как можно получить такие деньги с рынка недвижимости. Отвечаю. Очень просто. По израильскому закону, примерно половина цены продажной за каждую квартиру уходит в бюджет. То есть люди, которые покупают квартиру, половину цены платят за квартиру, а половину для того, чтобы поддержать штаны у государства, чтобы они не упали. Но 25 лет эти цены были в тысячи раза меньше, иногда и больше. И доходы были меньше. А как они выросли? Очень просто. 25 лет на самом деле правительство делает все возможное, чтобы поддержать дефицит жилья. При этом интересно, что нынешнее правительство говорит одни и те же слова. Это виновата бюрократия. Мы первый раз услышали это в 2009 году, когда встречались с будущим премьер-министром перед выборами Натани Ягу. Бенемином. И он тогда сказал, что бюрократия виновата, но я ее победю. Мы ее победим. Ну и эту мантру мы слышим уже 6 лет. Потому что несколько дней назад, когда оказалось, что в очередной раз цены на жилье за год выросли как на съем, так и на продажу на 5-6%. Он снова сказал, что это уже меня достало. Дело в том, что бюрократия, ее надо победить. Но есть подозрение, что если бюрократия называть наше правительство, то это правда. А теперь вопрос, а почему, собственно, скрывает правительство свои гигантские доходы. Это же не случай там Панамы, как сейчас выяснилось, что в Панаме многие хранят свои офшоры и скрывают это. Это же родное правительство. И почему надо стесняться, если правительство получает такие доходы. Ответ очень простой. Потому что оно эти доходы получает, ну, я называю это своими словами, некошерным способом. Оно получает это, во-первых, за бесплатно, ничего для этого не делает. А во-вторых, просто как на рынке. Вот представьте себе, что вы хотите получить больше денег за свой товар. Неважно, ягоды или малину. Так надо, чтобы его было немного, чтобы была, так сказать, драка за него. Тогда будет дорого стоить, и вы получите максимум выгоды. Вот этим путем идет наше правительство уже много-много лет. Потому что ему действительно до его бюджетных дел, чтобы закрыть годовой бюджет, нужны деньги. И очень кстати, теперь откуда мы знаем, сколько денег? Лет семь назад возник конфликт между кабланами и правительством. Правительство резко подняло цены на землю, которые являются условным. Условно это называется цены на землю. На самом деле никакого отношения деньги, эти налоги на землю не имеют к цене. Потому что, скажем, я знаю, что в 1947 году огромные наделы земли граждане Израиля получали в центре страны, под Тель-Авивом, за один шекель. За один шекель. Понимаете? Это налог. Налог, чтобы государство могло сводить концы с концами. Когда это начинаешь говорить, иногда мне возражает на уровне советников, премьер-министра. Кабланы возражают, что ну а где-то деньги надо брать. Надо брать. Но деньги надо брать на теневом рынке. Там, где люди не платят налоги. Их у нас 30% от бюджета. Так там болтается. А правительство пошло более простым путем. Брать половину цены за квартиры. И когда, значит, возник конфликт между кабланами и правительством, кабланы обратились в Суд справедливости. И обнародовали эти цифры. Потом уже это проверено было Институтом демократии. Есть такое Институт демократии в Иерусалиме. Он самостийно проверил это и тоже подтвердил эту цифру. Эта цифра не одна. Там рассыпаны эти налоги в разных местах. И с тех пор ни одно правительство все равно вслух этого не говорит. Тем не менее, за эти годы, которые прошли после 2009 и 2008 года, когда вот этот конфликт вырос и когда была названа цифра 15 миллиардов, за это время удвоились цены на жилье. Поэтому сегодня понятно, что это около 30 миллиардов. Ну, сейчас, правда, речь идет о том, что министр финансов добился, что часть квартир будет продаваться или на дешевой земле, или вообще не будет, для первых домов, для молодежи. И таким образом, мол, государство отказывается от 7 миллиардов. Саша, ну буквально на днях выяснилось, что вот эти вот квартиры, то, что называется Деротли и Мештакет, по льготным ценам банки отказываются под них суды дараться. Да, 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 это я тоже слышу. Но я просто, Саша, хочу сказать, даже если было бы это правдой, даже если было бы, все равно оказывалось бы, что государство зарабатывает больше 20 миллиардов. Нет ни одной страны в мире из развитых стран, которая зарабатывает на недвижимость. И все остальные вкладывают в недвижимость. И раньше именно это было в Израиле. Именно так, потому что Израиль строил социальное жилье, квартиры, сотни тысяч квартир. Саша, вы знаете, я вот буквально на днях читал историю компании Амидар. Она начала действовать с 49-го года. Так вот, первый год своего существования эта компания построила 10 тысяч единиц жилья. Да, да, да. В 49-м году. При этом 50% вложила она и 2-го государства. А потом государство начало все это продавать. Доить. Так я что хочу сказать. Мне очень важно, чтобы правительство и все министры и все депутаты стесняются этой цифрой. Вы понимаете? А ведь это так просто не бывает. Саша, они не только этой цифрой стесняются. Или надо меня обвинить, что я шизофреник, который обманывает народ. Понимаете? Ну, я не обманываю народ. Так вот, задумайтесь. Задумайтесь, дорогие товарищи. Почему государство старается нигде, никогда не открывать рот на эти деньги? Ответ очень простой. Оно знает, что оно делает преступление. Преступление перед теми, кто не имеет собственных квартир. Дело в том, что, назовем все своими именами, на раздутии, взвинчивание цен, часть людей зарабатывает. Кто на этом зарабатывает? Больше всего зарабатывает государство, бюджет. Я говорю 20-30 миллиардов в этих пределах. Ну, не сильно отстают от них инвесторы. Это около 200 тысяч людей, которые вкладывают деньги. Из них 80 тысяч – это пенсионеры, которые вполне при деньгах. Они, так сказать, играют на повышение цен. Поскольку каждый год цены повышаются на 5%, посчитайте, 5% даже от миллиона. Это каждый год он зарабатывает 50 тысяч шекелей на то, что имеет квартиру. А может быть 100 тысяч шекелей, хорошие деньги на каждой квартире. Есть еще одна хитрая цифра. Почти 30% квартир, которые покупают в личную собственность люди, у которых уже есть квартиры. То есть вторая квартира покупается людьми, у которых личный доход менее 10 тысяч шекелей в месяц. Ну, это правильно, Саша, но тут замешан Банк Израиля. По каким-то там очень, по-видимому, правильным принципам он добился, что обычные банковские счета вообще не дают дохода. И тогда все со своими деньгами, кто их имеет, бросились в квартиры. Там это дает доход, и все понятно, все законно. Ну, и плюс это вкладывание, отмывание денег, самое примитивное. Да, наконец, против этих 200 тысяч инвесторов, ну, надо понимать, это 200 тысяч семей, так что народу больше, считайте, минимум это там полмиллиона человек сидит. Против них стоит примерно 2,5 миллиона, 3, может быть, миллиона людей, которые не имеют квартир. И они или должны снимать по взвинченным ценам, или должны влезать в Машканту и платить по взвинченным ценам. Итого, очень классическая картина по Марксу, в чистом виде. Есть эксплуататоры, называющиеся государства, банки, строительные фирмы, инвесторы, с одной стороны, и есть эксплуатированные. Но что меня в этой теме больше всего интересует? Получается, что бездонные, не имеющие собственных квартир люди, как бы являются крепостными, что ли, как бы это обозвать. В том смысле, что с них снимают шкурку по полной программе. Если вы при этом имеете зарплату 20 тысяч шекелей, как хай-теки, ну что, ничего страшного. Почему не заплатить 5 тысяч, а 20, все в порядке. А если вы имеете всего 6-8 тысяч, выходит, что вы половину своей зарплаты должны отдавать за крышу над головой. Для молодежи это смертельно опасно. Они не могут учиться, они вообще-то не могут платить за институт. Это мешает личной жизни. Поэтому много и молодежь уезжает. А для стариков это вообще полуголодное существование в чистом виде. Наша тема, это, конечно, старики. Сегодня в Министерстве абсорбции стоит 50 тысяч людей. Тех, которые живут на съемных квартирах. Не людей, а семей. Это примерно каждый второй пенсионер. Из них 23 тысячи те, кто без детей живут. И при тех взвинченных ценах, и при том, что правительство отказывается компенсировать людям деньги на съем жилья, а компенсировать небольшую часть, выходит, что большую часть пособия по старости люди вынуждены отдавать за съем. А ведь это пособие по старости вместе с социальной надбавкой рассчитано, чтобы обеспечить минимальное качество жизни. Чтобы нормально было жить, чтобы здесь хватало лекарства, хватало отопления. И вот этот такой бюрократический беспредел мы называем это дискриминацией. Почему дискриминацией? Объясню. Потому что, опять же, как-то это объяснить нашей бюрократической глупости трудно, но это факт. За тех, кто живут, скажем, в МИКБАЦЕДИЁР, Министерство абсорбции платит 5 тысяч шекелей в месяц. 5 тысяч шекелей, 4 тысячи хозяину, а тысячу самому и патрианту. Ну вот, сложите, и все это уходит в хозяина, естественно. А те, кто на свободном рынке, им платят 1200-1300. Значит, разница чуть ли не в 4 раза. Одни и те же люди, разницы нет. Понятно, да? Или другой, такой же аспект. Те, кто живут в хостерах, платят от 8 до 10%. За проживание. А те, кто живут на съемном жилье свободном, платят до 70% от своего дохода. Вот это тема, которую мы сейчас будем подавать богатств. Мы с Абрамом Шанапольским посещали адвоката на прошлой неделе. И пришли к выводу, что достаточно есть доказательств, что можно подавать богатств. Я напомню, что в 2012 году мы уже подавали раз богатств тогда с Мариной Солодкиной, Абрамом Шанапольским, Исааком Розовским. И мы тогда частично выиграли, это коснулось тогда только многодетных семей. А сейчас, после того, что произошло уже в этом году, когда всем категориям, стоящим в очереди на социальное жилье Министерства Абсорбции, и неполным семьям, и инвалидам, довольно серьезно подняли деньги. Вот 600, там, до 1000 шекелей. Кстати, люди звонят, спрашивают, эти деньги, они ретроактивно, начиная с января месяца, должны получить в апреле месяце. Потому что обещанного три года ждут, но в данном случае это получилось 4 месяца. Значит, а вот старикам практически все осталось на том же уровне, потому что одиночкам там на 130 шекелей поднимут, семейным парам на 180, это с чистой воды издевательство над стариками. Таких стариков, семей 23 тысячи, так я считаю, что, наверное, около 30-35 тысяч людей в этом ряду по Министерству Абсорбции. Значит, это возмутительно, и в этой связи на прошлой неделе такое есть объединение, движение, называется прогресс. Это люди 30-40 лет организовали в 12 городах страны, там было много пожилых людей. Мы участвовали, я участвовал, а потому что на польске участвовали, это в Иерусалиме, то же самое происходило. Ну, я говорю, 12, это же серьезно, решен лицей он был. Я сейчас не помню весь печень, но он у меня есть. И в основном эти демонстрации, пикеты были перед муниципалитетами, с требованием строить жилье. Но из нашего опыта многолетнего получается, что проблема строительства, это, как знаете, многоуровневая эшелонированная. Саша, но муниципалитеты не строят жилье. Да, они не заинтересованы для стариков строить. И это не только муниципалитеты. Когда вот Министерство Абсорбции, когда Сопа Ланга с трудом пробило этот проект, оказалось, что муниципалитеты его не взяли просто. Хотя проект строит на бесплатной земле, казалось бы, замечательно. Но помимо муниципалитета, против этого возражает еще и Министерство внутренних дел по своим возражениям. О, о, в Аждоте мы с этим столкнулись, два года пробивали. Вот, а помимо... Ну, Аждот, вы молодцы просто, понимаете, но не все такие сильные, как в Аждоте. А помимо этого, против этого имеют зубы и строительные фирмы. Почему? Этот доход недоходный. Это строительство недоходное. Любой каблан хочет делать то, что приносит максимум дохода. А что можно взять с такого, где все, так сказать, недорого и ничего лишнего? И поэтому получается, что строительство буксует. Что мы думаем об этом? Мы думаем, что в этих условиях необходимо сосредоточиться, добиться от правительства, чтобы оно, по крайней мере, скомпенсировало деньги на съем. Чтобы она начала относиться к старикам не хуже, чем к остальным социально слабым кругам. К многодетным семям, к инвалидам, которые получают увеличенные суммы на съем, к неполным семьям. Вот это наша задача сегодняшнего дня. И в этой связи мы, я уже сказал это, кажется, что мы подаем их на эту тему. Саша. Может, это подтолкнет. У нас была встреча с министром абсорбции, Зея Фелькина, несколько дней назад. Обсуждались в основном пенсионные проблемы. Поскольку Зея Фелькина возглавляет межведомственную комиссию по пенсиям. Но мы сказали, что для большого количества людей вопросы жилья и пенсии находятся в одном узле связанной. Потому что для этих людей, в конце концов, что у них остается в кошельке после того, как они оплатят свои жилищные деньги. Совершенно верно. Вот. Поэтому абсолютно необходимо решить не только пенсионную проблему, но необходимо решать и жилищную проблему. Как? Есть много способов, и мы об этом сказали. Например, мы предложили, чтобы помогли тем, кто живет на съемном жилье старикам, дали всем продовольственный ваучер. Это делается во многих странах. В Соединенных Штатах это есть, да. Да, да. Это до самой поверхности, по крайней мере, на эти деньги хозяин квартиры не будет открывать рот. Потому что, когда просто ему увеличивают деньги на съем, то хозяева через какое-то время просто поднимают плату. Ну, так сказать, я надеюсь, что нас услышали. В любом случае, наши задачи в этом плане добиваться не только решения пенсионной проблемы, но и добиваться решения обязательно жилищной проблемы для пожилых репатриантов. Я думаю, что проблема очень созрела и должна быть в течение двух лет решена. Теперь, говоря о пенсионной проблеме уже... Саша, давайте, может быть, о пенсиях мы поговорим в следующий раз. Слишком много у нас времени ушло на обсуждение жилищной проблемы. Единственное, я хочу вам подсказать, может быть, или напомнить, есть еще одно, то, что называется, золотое дно, за которое правительство очень держится, государство, вернее, держится, не правительство, государство. Это те земли, на которых находятся старые амидары, амигуры и прочее. Это просто золотое дно. Возьмите... Я имею в виду, Хазида Калот. Запланировано 2 мая. И как раз будут такие замечательные дни. КНЕЗД не работает, но мы встречаемся. Эту встречу организовала Тарий Плотсков. И мы планируем как раз все эти вопросы выплеснуть. Потому что мне передали на днях, что примерно 8 месяцев назад на встрече с министром финансов, когда ему сказали, что в министерстве обслуживали 25 тысяч человеков-стариков, он очень удивился. Вот мы хотим наше зрение и эту ситуацию внятно рассказать. Потому что, я еще раз напоминаю, что в 90-м году людям оплачивали со съема жилья чуть ли не 95-90%. А сейчас, из-за того, что не было привязано размер дотации на съем к росту цен, уже наши люди остаются голыми и боссами просто-напросто. И уже давно. Да. И вот с этим безобразием государственной бюрократии необходимо бороться максимально. Спасибо всем, Хоробия. Спасибо, Саша. Больших праздников. Спасибо. Спасибо, Александр. Всего доброго. До свидания.